Работа сотрудников полиции Новороссийска хорошо прослеживается в цифрах статистики. За семь месяцев 2017-го количество тяжких и особо тяжких преступлений сократилось на 56 случаев. Убийств и нанесение телесных повреждений зафиксировано на два факта меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Меньше стало разбоев и грабежей на 177 преступлений, но по отдельным видам правонарушений наблюдается рост. 24 преступления, а с краш свободных телефонов больше. Коллеги, к сожалению, часто бывает так, что какое-то бесличное и халатное отношение с самих граждан к своему имуществу и дает вот такой результат, такой эффект. В профилактику правонарушений большой вклад вносит и администрация Новороссийска. С начала года было проведено почти 750 сходов граждан, где сотрудники полиции, представители казачества и добровольной дружины информировали население о новых видах мошенничества или тех или иных опасностях, которые подстерегают горожан. Народная дружина, помимо полиции, также обеспечивает безопасность новороссийцев. В дружине состоит 2825 человек. В городе за 7 месяцев был организован выход 5625 рейдовых бригад. В рейдовых мероприятиях приняли участие 18 849 народных дружинников. Слушайтесь в эти цифры, сколько людей у нас ежедневно заступает на охрану общественного порядка. 4161 сотрудник полиции и 2942 казаха. Общий вклад составил 28 185 человек. Именно эти люди, присутствующие сегодня в зале, могут еще больше увеличить эффективность работы полиции. Ведь они гораздо ближе к населению, чем кто-либо. Чем занимаются, как живут и что делают горожане, знают председатели органов ТОС, активисты, общественники и просто неравнодушные люди. Так что внимание и отзывчивость – это основной принцип совместной работы по профилактике правонарушений. Тем более, что статистика показывает рост преступлений среди несовершеннолетних. Давайте мы будем воспитывать сами, не только своих детей, но и соседей, и тех, которых мы встречаем на улице. Не бояться, а сделаться печально. Не сказать, что вы творите. Оглянитесь назад. Граница между тем, что такое хорошо и что такое плохо стерлась сегодня. И вот нам с вами необходимо это поднять. Я думаю, пройдет не одно поколение, пока мы сумеем вернуться к тому, чтобы дети определяли, вот это плохо, вот это хорошо. Олеся Говорова, Андрей Супрунов, Новая Россия.